Маша и Медведь Жили-были дедушка да бабушка. Была у них внучка Машенька. Собрались раз подружки в лес по грибы да по ягоды. Пришли звать с собой и Машеньку. «Дедушка, бабушка, — говорит Машенька, — отпустите меня в лес с подружками». Дедушка с бабушкой отвечают. «Иди, только смотри, от подружек не отставай, не то заблудишься». Пришли девушки в лес, стали собирать грибы да ягоды. Вот Машенька деревце за деревце, кустик за кустик и ушла далеко-далеко от подружек. Стала она аукаться, их звать, а подружки не слышат. Не отзываются. Ходила-ходила Машенька по лесу, совсем заблудилась. Пришла она в самую глушь, в самую чащу. Видит, стоит избушка. Постучала Машенька в дверь, не отвечают. Толкнула она дверь, дверь и открылась. Вошла Машенька в избушку, села у окна на лавочку. Села и думает, кто же здесь живет, к чему никого не видно. А в той избушке жил большущий-большущий медведь. Только его тогда дома не было, он по лесу ходил. Вернулся вечером медведь, увидел Машеньку, обрадовался. Ага, говорит, будешь печку топить, будешь кашу варить, меня кашей кормить. Потужила Маша, погревала. Да ничего не поделаешь. Стала она жить у медведя в избушке. Медведь на целый день уйдет в лес, а Машеньке наказывает, никуда без него из избушки не выходить. А если уйдешь, говорит, все равно поймаю и тогда уж съем. Стала Машенька думать, как ей от медведя убежать. Кругом лес, в какую сторону идти не знает, спросить не у кого. Думала, думала и придумала. Приходит раз медведь из лесу, а Машенька говорит ему. Медведь, медведь, отпусти меня на денек в деревню. Я бабушке да дедушке гостинцев снесу. Нет, говорит медведь, ты в лесу заблудишься? Давай гостинцы, я их сам отнесу. А Машеньке того и надо. Напекла она пирожков, достала большой-пребольшой короб и говорит медведю. Вот смотри, я в короб положу пирожки, а ты их отнеси дедушке да бабушке. Да помни, короб по дороге не открывай, пирожки не вынимай. Я на дубок влезу, за тобой следить буду. Ладно, отвечает медведь, давай короб. Машенька говорит, выйди на крылечко, посмотри, не идет ли дождик. Только медведь вышел на крылечко, Машенька сейчас же залезла в короб, а на голову себе блюдо с пирожками поставила. Вернулся медведь, видит, короб готов. Взвалил его на спину и пошел в деревню. Идет медведь между елками, бредет медведь между березками, во вражке спускается, на пригорке поднимается. Шел, шел, устал и говорит, сяду на пенек, съем пирожок. А Машенька из короба, вижу, вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушке, неси дедушке. Ишь, какая глазастая, говорит медведь, все видит. Поднял короб и пошел дальше. Шел, 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 остановился и говорит, сяду на пенек, съем пирожок. А Машенька из короба опять, вижу, вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушке, неси дедушке. Удивился медведь, вот какая хитрая, высоко сидит, далеко глядит. Встал и пошел скорее. Пришел в деревню, нашел дом, где дедушка с бабушкой жили. И давай изо всех сил стучать в ворота. Тук-тук-тук, отпирайте, открывайте, я вам от Машеньки гостинцев принес. А собаки почуяли медведя и бросились на него. Со всех дворов бегут, лают. Испугался медведь, оставил короб у ворот и пустился в лес без оглядки. Вышли тут дедушка да бабушка к воротам. Видят, короб стоит. Что это в коробе, говорит бабушка. Дедушка поднял крышку, смотрит и глазам своим не верит. В коробе Машенька сидит, живехонька и здоровехонька. Обрадовались дедушка да бабушка. Стали Машеньку обнимать, целовать и умницей называть. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...